У меня есть любимый такой поклонник, исполнитель Израиль Хьютон. Одна из его последних вещей, как-то написанная, называется «More and more», «Больше и больше». Звучат они так, что все, что нужно нам, и все, что нам необходимо, и все, что мы хотим, это больше тебя, потому что ничто не может удовлетворить желание нашего сердца. Но на самом деле я вижу в этом проблему. То, что в командах прославления, в церквях просто берутся и копируются песни, перепеваются, как бы они красиво не звучали. Куча прожекторов, куча аппаратуры, все здорово, и песня может красиво звучать. Но эта песня, которая была написана под воздействием Духа Святого где-то, может быть, в Австралии, и она работает, работает сейчас, но мы просто ее скопировали, просто перелик. Песня, которую мы исполняем, она просто лишена силы. Если мы берем ее, не пропускаем через себя, это одно, взять песню, пропустить через себя. Но мы взяли одну песню, взяли другую песню, третью песню, смотрим наш репертуар 50 песен, и ни одной песни своей. Вот о чем я говорю. Потому что в каждой церкви, у каждого поклонника есть корни. Господь нам дает и слова, и мелодии. Если мы будем с вами просто набирать репертуар из известных красивых песен, которые работают сегодня, завтра, вчера, но не будем иметь своего. Как мы можем говорить чужие слова? Вот как я могу говорить слова любви своей супруги, с которой я прожил 32 года, чьи-то чужие слова? Открою книгу какую-то красивую или открытку, на которой написаны красивые слова. В этот чудесный день, моя любимая супруга, я хочу тебе выразить свое благоговение и признательность в том, что я тебя люблю. Ну, звучит красиво, даже могу спеть песню на эти слова, но это не мои слова. Если я скажу просто, красотулька ты моя, мы с тобой 32 года, 32 года просто протянули их, было всякое разное. Но слава богу, где мы сейчас с тобой находимся, я тебя люблю невероятно, ценю тебя невероятно, моя хорошая. И вот это, вот это является тем, что в моем сердце, то, что я хочу сказать своей супруге, вот это, вот это, является настоящим. А не то, что когда я прочитаю чью-то чужую открытку, сейчас очень модно по интернету рассылать, все это хорошо, но это же не ваше. Если вы не говорите, что послушай, я тебя уважаю, я тебя люблю, я тебя обожаю, ты ценен для меня. Я бы хотел иметь еще большее отношение с тобой. Вот это является по-настоящему. Знаете, в псалмах сказано, кстати, это место я привожу на своих семинарах о спонтанном поклонении, на школах хвалы и поклонения. Если кто-то из вас был, вы обязательно вспомните этот пример. Голубица моя почему-то спрятала лицо свое в ущелье, в расселенной скалы. Я хочу увидеть лицо твое, я хочу услышать голос твой, наш голос, а не чьи-то чужие слова, которые вложены в ваше существо, в вашу речь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!